Больше это точно лучше? Что стоит за расширением состава Центризбиркома? И произошла ли полная перезагрузка ЦИК? Неразрешимое коммунальное уравнение. Как украинцам пережить зиму, если субсидии значительно сокращают, а тарифы обещают повысить? Детинизационная война Кабмина. Удастся ли правительству победить зарплаты в конвертах? И не добьет ли это малый бизнес? Нет справки, не будет аттестата. Могут ли школы закрывать двери перед невакцинированными детьми? Здравствуйте, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Бюджетный процесс стартовал. На кону триллион гривен. Столько планируют потратить Кабмин в следующем году. Но хотелок у депутатов уже больше. И чем ближе выборы, тем эмоциональнее депутаты будут отказываться поддержать правительственный, строгий вариант бюджета. Кто уже успел заявить о своих требованиях Верховной Раде? И чем еще политики хотят порадовать избирателей? Знает моя коллега Екатерина Лысенко. Два последних дня Верховной Раде наглядно показали полярность настроений и в парламенте, и у его стен. В четверг под куполом полный зал, на улице протесты с применением дымовых шашек. В пятницу свободная площадь Конституции и полу пустые кресла, хотя в зале весь Кабмин. Впрочем, в четверг депутатам было от чего устать. Ну, по их меркам. Обновили Центризбирком, запустили очередные изменения в Конституцию и выслушали президента. Армия, мова и вера. И это не газ. Это формула современной украинской идентичности. Президент много говорил об армии, поддержке оборонного сектора, роли миротворцев в урегулировании ситуации на Донбассе и о церкви. Правда, так и не уточнил, когда же Украине предоставят Томас. Ну и ключевое. Изменения в Конституцию, где по инициативе гаранта должны прописать курс Украины ЕС и НАТО. Только интеграция Украины до евроатлантического простора гарантует всем нам мир, гарантует всем нам безопасность и гарантует Украине независимость. Закликаю всех вас, шановные народные депутаты, поддерживать эту инициативу и скеровать этот документ на экспертизу Конституционного Суда. Этот проект целиком и полностью отвечает нашим украинским национальным интересам и отвечает настроям абсолютной большинства нашего общества. За изменения в Конституцию на Ордей попринялись сразу же. Стратегическое завдание парламенту – защитить европейский и евроатлантический шлях нашего народа, который был выбран 5 лет назад, когда мы вышли на Евромайдан. Народный фронт одноголосно будет голосовать за закрепление в Конституции стратегического курса Украины в НАТО и ЕС. Я уверена, что наше будущее в европейской цивилизации и наша безопасность беззаперечно с странами, которые соответствуют ценности и имеют возможность защитить себя в коллективной системе безопасности. Первый результат – больше 300 на табло. Изменения отправили на проверку в Конституционный суд. Против голосовал только оппозиционный блок, посчитав такие правки не более, чем декларацией. Сегодняшний день был не менее важным. В Раде презентовали бюджет 2019, но поскольку это всего лишь публичное представление сметы, многие нардепы заседания прогуляли. Ведь главные денежные бои еще впереди и наверняка не в зале. Исходя из сегодняшних цифр, нардепам будет над чем поработать. Борг – наибольший выклик нашего государственного бюджета на 2019 год. 417,4 миллиарда гривен. Безпрецедентная цифра, которую в следующем году нам с вами доведется вытратить на погашение и обслуживание борга. В 2019 году мы возвращаемся к пиковых навантажений по обслуживанию борга. И они полностью обеспечены в нашем бюджете. Кабмин готов почти на 12 миллиардов увеличить финансирование медицины и миллиард выделить на реформу образования. Обещают субсидии всем, с оговоркой, кому они нужны. На минимальную зарплату прогнозируют почти в 4200 гривен. Курс доллара около 30, а приоритет в бюджете – оборонный сектор. Мы работали над тем, чтобы увеличить безопасность и оборонный бюджет. В проекте бюджета – это 209,5 миллиардов. Это специальным фондом на 30 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году. Что одновременно предпочитает увеличение заработной платы в сфере безопасности и обороны. Проект бюджета на 2019 год должен быть сбалансирован. И тогда мы будем иметь бюджет разбудования страны, а не введения в кризу. Послушав цифры, нардепы в раздумьях ушли в кулуары. Уряд ждет кредита МВФ для обслуживания внешнего борга, потому что это уже стало такой традицией – брать кредиты, чтобы погашать предыдущие кредиты. Мы смотрим на бюджет, немного увеличивается и минимальная заработная плата, и пенсии. Но если мы смотрим на рассмотрения по инфляции, то мы видим, что люди этого не слышат. Мы до тех пор не знаем, а какая будет цена газа на опаливальный период. Но мы понимаем, что от цены газа зависит все. Если мы говорим о цены газа для промышленности, то это сразу вкладывается в себя вартость продукции. Отже, все цены на все продукты харчевания увеличатся. Избільшение на 15 миллиардов гривен по селевым структурам продолжается строительство полицейской страны с бедным населением. Сбираются увеличить тарифы, причем на 23%. В тот же час уменьшить субсидии на 16 миллиардов гривен. Что это означает? Их и сегодня не хватает субсидий в Украине, и сегодня люди не могут их оформить. Они увеличивают тарифы и еще уменьшают субсидии. Теперь сразу несколько комитетов и бюджетные налоговые политики начинают долгий процесс сведения расчетов правительства с требованиями депутатов. Головная претензия до этого бюджета одна. Это консервация бедности. Минимальная зарплата 4173 гривен на месяц, как это предлагается в бюджете с нового года. Хай проживут те на зарплату, кто ее предлагает. Даже за данными Министерства социальной политики, прожитковый минимум 6,5 тысяч гривен. Нам, рабочим, взрослым, людям предлагают платить зарплату ниже прожиткового минимума. Минимальная зарплата должна становиться не менее 6 тысяч гривен на месяц. Как свидетельствует практика прошлого года, не могли, не могли договориться. Позже взяли все докупы и 15-ти хвилин не хотелки зачитали все, что кому потребно было. И приняли и договорились. Вот только в этом году может быть иначе. Каждую цифру в бюджете перепроверят кредиторы и, возможно, их голос в этом году станет решающим. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Вадим Регун. Подробности недели. Телеканал Интер. И еще одна новость, которая, ну так сказать, расцвечивает бюджетную тему. МВФ так и не решил дать Украине новый транш. Если еще неделю назад и представители власти, и эксперты не сомневались, что переговоры с кредиторами завершатся на хорошей ноте, то сегодня все совсем по-другому. Говорят даже о провале. Якобы кредиторы выдвинули неожиданное условие. Сначала принять госбюджет, именно в том виде, в каком его одобрил МВФ, а потом уже ждать транш. И якобы в правительстве к такому повороту оказались не готовы. Мол, рассчитывали, что деньги все-таки дадут сразу, а бюджет примут уже под второй транш. Примечательно, что в Кабмине согласились даже повысить цену на газ для населения, лишь бы удовлетворить кредиторов, но якобы не вышло. Официально эту информацию пока не подтверждают. Впрочем, и опровергать не спешат. Темнят и в самом МВФ. По результатам работы миссии в Украине точно должна была появиться хоть какая-то конкретика, либо да, либо нет. Если да, то на каких условиях? Но кредиторы говорят, переговоры еще продолжаются, даже несмотря на то, что миссия уже уехала. Представители МВФ были в Киеве и обсудили с украинским правительством наше дальнейшее сотрудничество в проведении реформ, поддержании макроэкономического роста и возможной финансовой помощи со стороны фонда. У меня нет подробной информации о переговорах, которые еще продолжаются. Также я не знаю точной даты их завершения. Возможно, ситуацию исправит президент. Петр Порошенко на следующей неделе посетит Нью-Йорк. Там у него запланировано выступление на сессии Генассамблеи ООН. И, как предполагают наблюдатели, вполне возможно, что во время этого визита в США состоятся и новые переговоры главы государства с руководством МВФ. Ну, давайте проанализируем итоги этой пленарной недели с непосредственными участниками событий. Алена Шкрум, народный депутат из фракции Батькивщины и Алексей Гончаренко, замглавы крупнейшей парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Сегодня в гостях подробности недели. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Первый вопрос у меня для вас обоих. Какие у вас первые впечатления от государственного бюджета? Готовы ли вы его поддерживать? Алексей, можете начать. Бюджет не может нравиться или не нравиться, потому что он всегда будет не нравиться, всегда будет мало. Бюджет, самое главное, должен быть реалистичным. Этот бюджет, мне кажется, реалистичным. Это главная его характеристика. Больше 200 миллиардов на оборону и расходы развития, все это позволяет смотреть на него с уверенностью. Алена, ваш короткий ответ? Категорично мы не будем голосовать за бюджет. Мы не голосовали ж одного раза, потому что мы не погоджаемся с стратегией. Бюджет – это выражение в цифрах, стратегии, как будет жить страна, если вы умеете читать эти цифры весь следующий год. Так вот, страна будет жить так, как говорят сейчас международные эксперты и инвесторы. У нас миллиарды долларов на гривень втрачаются на митнице. Это пораховало Немецкое независимое агентство. У нас найдорожшее вуги в мире через формулу Роттердам плюс, которую сделал прямо Порошенко и его партнер Ахметов. А при этом в бюджете не хватает денег на социальные выплаты. Вистачало бы, если бы мы забрали те корупсийные дырки, которые есть. И это, в принципе, не моя теза, а теза международных экспертов. Ну, вы хорошо, что вспомнили про социальные расходы. Против увеличения этих статей в бюджете настаивает Международный валютный фонд. Алексей, у меня к вам вопрос тогда такой. Вот эти новости о том, что переговоры с МВФ, скажем так, мягко говоря, усложняются. Как это может повлиять на бюджетный процесс в этом году? Кредиторы будут настаивать на жестоком варианте. Впереди у депутатов в предвыборный год. Будут настаивать на том, что хотя бы социальные выплаты нужно увеличить. Вот из-за этого перетягивания каната 226 голосов. Удастся набрать все-таки за этот документ или нет? Знаете, давайте ответим на главный вопрос. А почему нам так важен МВФ? Честно говоря, мне он и большинству депутатов сто лет был бы не нужен. Если бы не одно но. У нас колоссальные долги. И долги это набрало правительство Тимошенко и Азарова с цифрами. На момент, когда Юлия Тимошенко стала премьером, государственный внешний долг Украины был 14 миллиардов долларов. Через два года, через два года всего, он стал 40 миллиардов. Утроился. Плюс 26 миллиардов долларов. Куда они делись? Украли, растрынькали, что с ними случилось? Я хочу сейчас обратить внимание из зрителей о том, что все-таки, как был я прав в своем предположении о том, что следующий год будет только борьбой, а не реальным ответом. Если есть реальность, задайте, Алексей, ну извините, я задал вам конкретный вопрос, я не сторонник ни Юлии Тимошенко, ни Петра Порошенко, никого, я должен быть задан всеми. А я сторонник цифр. Но я хочу, чтобы вы отвечали на мои вопросы. Отвечаю на ваш вопрос. Бюджетный процесс, переговоры СМВФ усложнят или нет? Почему нам необходимы переговоры СМВФ? Потому что в следующем году нам необходимо выплатить 417 миллиардов гривен долгов и обслуживания долга. Поэтому нам необходимы переговоры СМВФ, потому что сама страна не вытянет это, поэтому мы обязаны вести эти переговоры. А так бы они нам не нужны были бы. Поэтому насчет 226 голосов. Если в парламенте есть 226 людей, которые понимают, что в их руках ответственность за страну, то у нас будет бюджет. Если у нас в парламенте люди, которые только интересуются грядущими выборами, и им чем хуже, тем лучше, то бюджета у нас не будет. Только от этого не выиграет ни украинский врач, ни украинский учитель, ни украинский военный. Алена, как вы считаете, власть согласится на любые требования МВФ, лишь бы получить этот транш? Я имею ввиду, хотя бы по бюджету на сегодняшний день. Дивите, сегодня у нас был большой экономический форум, где модератором выступала Юлия Тимошенко. И мы там говорили, как раз не про лозунги политические, а мы говорили, как наповнить деньги в бюджет. Как найти эти деньги. Потому что они у нас есть. Они у нас фактически лежат в коррупционных дырках под ногами. Я только что проверила цифры, 5 миллиардов долларов на митнице, подвергнувало немецкое агентство, мы втрачаем через коррупцию на митнице. Так вот Петро Алексеевич Порошенко не могу на четвертом году сказать, что вынен кто-то другой. И уже оно не прокатывается. Алена, я сейчас вам делаю то же замечание, которое делал минуту назад Алексей. Не можно мне здесь перед выборной агитацией. Мы не можем быть затиснуты весь час между МВФ и украинским народом, которому нужно как-то дыхать. Поэтому нам нужно поднимать малий средний бизнес, нам нужно шукать гроши в бюджет. МВФ не требует от нас болеющих реформ. МВФ требует, чтобы мы могли повертать борги. Тут я, кстати, погоджусь. Но чтобы повертать борги, не можно, чтобы вся страна и пана Порошенко. Ні. Треба шукати, звідки дати дыхати малому-середньому бизнесу. Если бы Порошенко это делал 4 года назад и делал то, про что он говорил в своей промове, то мы бы жили в другом стране и мы бы давно повернули МВФ у борги. До речи, Юлия Тимошенко была единственным премьером, друзья, это вы можете проверить, который брал, по-перше, кредиты у МВФ под очень низкие процедки и повертал, а по-друге, брал 2 миллиарда, которые не нужно было повертать без поворотной допомоги, потому что ей доверяли, потому что доверия была до уряду набагато больше, чем до потратных сил. Я не знал цифры. Я не знал цифры. Друзья, с 14 миллиардов до 40. Закончили выборную агитацию. Поймите наконец-то и вы, и все ваши коллеги политики. Людям не интересно слушать, что было и кто по вашей версии виноват. Давай поговорим, как наполнивать бюджет. Вы выиграете выборы только в том случае, если вы будете предлагать вариант, что вы готовы сделать для того, чтобы стало лучше. Точка, закрыли этот спор. Еще одна тему хочу обсудить с вами на этой неделе. Одно слово по бюджету. Вы знаете, что к концу, я ни слова не говорю про оппонентов, к концу 2019 года, согласно этому проекту бюджета, с нынешних 60% внешнего долга, 60% от ВВП, мы должны перейти к 52%. Вот вам ответ, что делать. Мы хотим отдавать долги и снять наконец-то эту долговую удавку с горла Украины. Хорошо, спасибо. Еще одна тема этой недели, очередная порция изменений в Конституции. Судя по событиям этой недели в парламенте, 300 голосов, в общем-то, скорее всего, найдется. Но, вот видите ли вы, что это будет не просто декларацией вот эти изменения в Конституции Украины, а реально вот эти, ну, эти изменения на что-то повлияют? Если можно, коротко. Коротко. Корабль, который никуда не плывет, никогда никуда и не приплывет. Мы должны определить свою цель. Если наша цель Европа, это надо прописать в Конституцию Украины. Президент это предложил, и я очень рад тому, что 321 народный депутат, не странно все противоречия объединились вокруг этой инициативы. Алена? Коротко. Юлия Тимошенко была премьером, яка подписывала, как раз, подание до НАТО щодо надания нам ПДЧ, да, плану дей. Тому, звичайно, мы это поддержали. Я там по-різному могу сказать, как я это считаю, чи выборчим пиаром, чи не, но мы это поддержали. Это правильная инициатива, не смотря ни на что. Единственное, что я 4 лет в своем жизни працювала, жила и навчалася в Европейском Союзе. Так вот, ЕС и НАТО это не срочка в Конституции. ЕС и НАТО это равные правила для каждого, единственный закон для всех, и для президента, и для олигарха, и для обычной людини, и нормальный равен життя. Вот про это лучше бы Порошенко 4 лет думал, а не перед фактическими выборами, сказав там про веру, мову, армию и изменения в Конституцию, которые людям не дадут реально, на жаль, ничего. Понятно. Заканчиваем этот блок, но не заканчиваем общение с вами, потому что хочу еще обсудить еще одну тему. После 4 лет задержки Верховная Рада все-таки обновила состав Центра Сбиркома. Но и это не удалось сделать так, чтобы никто не смог обвинить депутатов в нарушениях. Несколько статей регламента, несколько статей Конституции. Давайте посмотрим, как меняли комиссию. История с переизбранием Центра Сбиркома тянулась не один год. Полномочия старой ЦИК закончились еще в июне 2014-го, но состав поменяли лишь вчера. Список с новыми именами в парламенте появился в феврале, но оказалось, что претендентов больше, чем кресел. В итоге ротация откладывалась. И в Раде нашли выход изменить закон. Новый закон появился в Раде во вторник утром и в обед уже был проголосован. Правда, с нарушением регламента. Нардепам не дали возможности внести альтернативный документ. Я считаю, что расширение количества связано с одной метою блоку Петра Порошенко отримать большинство для ухваления будь-яких решений. Законодательное расширение ЦИК даже пытались отменить постановлением, но тщетно. Кворум, в любом случае, это не меньше 2 третин от конституционного склада. То есть у нас полный склад 17, то есть кворум это будет 12. И именно это было компромиссом, потому что ни из политических объединений, политический групп не сможет блокировать взрыв кворуму за сиреном. Проблема в принципе и в порушении самого принципа, потому что все фракции и все группы должны быть представлены в Центральной выборской комиссии. И мы с вами увидим, что эти проблемы никуда не исчезают. С представлением всех фракций действительно вопросы. Ведь кандидатура от оппозиционного блока так и не появилась. Почему у президента там 10 человек, а у нас должна быть одна особа, потому что мы имеем право, выходя из квотного принципа при 15, мы имеем право как минимум на 2, а при 17 на 3. Почему у нас должна быть одна? Но в большинстве считали иначе. Там готовы были отдать оппоблоку одно место и на всякий случай решили оставить его вакантным и голосовать за тех, кто есть. В результате проверки не зафиксировано будь-яких фактов, которые бы перешкодили призначение задачных на посаду членов Центральной выборской комиссии. И хотя далеко не все фракции поддерживали расширение ЦИК, обновление комиссии все же одобрили. Оппозиционный блок теперь намерен идти в Конституционный суд, ведь кандидата от их фракции так и не появилось. И еще обращаться к мировому сообществу. Ну а новые члены Центрозбиркома готовятся занять свои кресла. Правда, приступить к работе они смогут после того, как два из новоизбранных сотрудника сдадут депутатские мандаты. Продолжаем разговор с Аленой Шкрумой и Алексеем Гончаренко. Алена, вопрос теперь первый к вам. Вот смотрите, ну вот с одной стороны старых членов комиссии, которых невозможно уже было не уволить, наконец-то уволили, хоть мы ждали этого четыре года. Но в то же время не уволили настолько чисто по букве закона, что все-таки Конституционный суд будет еще разбираться в этой истории. Для вас в этих событиях больше негатива или позитива все-таки для страны? Для меня это покажет час, потому что я голосовала за звольнение безперечно, Порошенко мав подать подо дня на звольнение и мы должны звольнить четыре года назад. Вместо этого он, на жаль, раздавал ордени Охендовському, уже когда был президентом. Но призначение мы увеличили склад, ну не мы, а коалиция, мы за это не голосовали, с 15 до 17, только потому, чтобы у президента была там большая. То есть мы заменили нелегитимную, незаконную, абсолютно уже завершенную с повноважением ЦВК Януковича на ЦВК, где большая будет у Порошенко. Я просто сподіваюсь, что там будут достойные люди, не смотрясь на то, что они там люди так званые Порошенко, которые не дадут узурпировать владу фальсифицировать выборы. Час это покажет. Алексей, почему нельзя было провести обновление Центра Сбиркома, которое нужно было, безусловно, проводить, но без нарушений? Почему нужно было давать вот эту зацепку, чтобы в этот процесс мог еще войти и Конституционный суд? И что будет, например, если, скажем, после первого тура президентских выборов внезапно возникнет Конституционный суд и скажет, что Центр Сбирком назначен не Конституционный. А вот ЦВК не избирается просто банально? Никакой проблемы, я уверен, нет. Но жизнь только покажет ответ на ваш вопрос. Но я бы хотел обратить ваше внимание. Мне кажется, что моя коллега, в общем-то, не очень искренна, потому что, когда она говорит, что нам не нравится, как это произошло, но мы голосовали. Я не понимаю, как так может быть. В моем родном городе об этом говорят и в вашем тоже. Или трусы надели, или крестик с ними. Потому что так не бывает. Если все неправильно, так не надо было голосовать. Если вы голосовали, значит, ничего неправильного там нет. Нажаль, мы выбираем это с двух зол. Поэтому я закончу свою мысль. Я считаю, что на этой неделе для страны произошло позитивное событие. Мы обновили состав Центральной избирательной комиссии. Там абсолютно все новые люди. И ни по одному из них, заметьте, мы год обсуждаем их кандидатуры. Ни по одному из них у нас нет фактов об их недобросовестности, непорядочности, непрофессионализме. Значит, у нас есть надежда, что у нас появилась ЦВК действительно европейского уровня. Ну, точно она лучше, чем действовавшая до того. Кстати, есть еще один, возможно, маленький, возможно, немаленький момент, который, возможно, может повлиять на начало работы нового Центра избиркома. Деньги на двух новых членов Центральной избирательной комиссии когда выделять собираются? Это в бюджете должно быть предусмотрено, но два новых члена Центральной избирательной комиссии не стоят каких-то заоблачных денег и средств. Это... Принципиально, чтобы Центральная избирательная комиссия исполнила свою роль легитимно, честно, посчитать голоса людей, объявить результаты. Все. Знаете, в чем может быть принципиально вот это увеличение количества на два? Это в кворуме, который необходим для принятия решений Центральной избирательной комиссии. Две трети раньше от 15 было очень легко посчитать. Это 10 человек. От 17, ну, 100% будут... Никакой проблемы нет. В законе прямо прописано, что считается кворумом. Нам сказано, две третыны с количеством. Поэтому такой проблемы нет, Алексей. И вот за это можно вообще не переживать. Такая проблема есть. Вы видите в этом проблеме? Никакой проблемы. Я юрист. Потому что больше двух третин это значит больше 11 людей. Потому что 11 людей это не две третины. Там две третины это 11 и 3. Даже если взять две трети от 15, я считал, это 11 и 33. 11 и 3. Да, да. То есть, это должно быть минимум 12. Это не школьный учебник математики. Пока у вас не пойдут суды за эти 33 сотки. Ну да, в принципе, что они сделали? Они написали, что 2 плюс 2 будет 5. В законе прямо написано цифры. Дивите, я одну фразу скажу. Петро Алексеевич очень часто ставит в парламенте такую умову, что або ничего вообще, або так, как я сказал. И только так. Так было по государственной службе, так было по прокурору генеральному, або старый генпрокурор, або без юросвити, так по ЦВК. У меня просто сподівание, что оскольки в ЦВК есть достойные люди, в том числе наш представник, что они смогут контролировать эту историю. Но с точки зрения судов, я боюсь, что если Петро Алексеевич захочет стать другим Януковичем, то он будет использовать ЦВК и вообще не установить результаты выборов. Справанных ЦВК в народе Украины, который никому не позволит стать вторым Януковичем, даже канцлером, как кому-то себе видится это. В стране будет система сдержек и противовесов, которую выстроил президент Порошенко, и она безусловно останет. Но здесь соглашусь, по крайней мере, дважды уже этот народ не позволил. Такие манипуляции. Спасибо вам за ответ. Алексей Гончаренко, Алена Шкрум отвечали на мои вопросы. Мы продолжим. Сегодня в Киеве Юлия Тимошенко представила разработанный ее командой новый экономический курс. За два часа лидер Батьевщины затронула, пожалуй, все аспекты экономической жизни страны. Похоже, все их и собираются поменять. Предлагают другую монетарную политику, то есть полный пересмотр работы Национального банка, а также стимулирование экономического роста и переход от сырьевой модели экономики к инновационной. В первую очередь, мы должны поставить себе за мету переход от кланово-олігархичного экономического строя до социально-ринковой экономики. Другой главный пріоритет – это трансформация отсталої, сировинной экономики, которая не может нам принести никаких результатов, которыми бы мы пишалися, на зовсім іншу экономику, экономику інноваційного розвитку. Это подробности недели, и вот о каких темах мы поговорим с вами далее. Вместо дел – кулачные бои. Великое сражение антикоррупционеров. Почему снова слеснулись НАБУ и САН? Неразрешимое коммунальное уравнение. Как украинцам пережить зиму, если субсидии значительно сокращают, а тарифы обещают повысить? Тетенизационная война Кабмина. Удастся ли правительству победить зарплаты в конвертах? И не добьет ли это малый бизнес? Итак, пока в МВФ решают, что дальше делать с Украиной, правительству приходится готовиться к худшему и думать о том, как наполнить бюджет при любом развитии событий. По крайней мере, чиновники уже обещают дожать всех, кто скрывает доходы от власти. Масштабные проверки бизнеса начнутся уже через неделю. Цель номер один – покончить с зарплатами в конвертах. Кабмине говорят, у них есть тысячи обращений от украинцев, которых работодатели отказываются оформить официально. Но многие работники и сами не хотят получать белую зарплату. О черно-белых зарплатных перспективах Инна Томина. Мастер по ремонтам Николая приехал в столицу несколько лет назад. В свои 47 мужчине не удалось найти работу с достойной белой зарплатой. Выхода не было, нанялся неофициально. Чтобы избежать неприятностей и не потерять даже эту работу, просят его не светить. На жаль, за моим фахом не пропонували работать только неофициально. Та работа, что меня интересует по моей профессии, она на жаль в Киеве, все неофициально. А если есть официально, то она очень зарплатная. Сейчас больше всего мужчину волнует вопрос пенсии, ведь трудовой стаж ему не начисляется. И таких примеров в стране тысячи. И, к сожалению, за последние пару лет, в отличие от Николая, украинцев меньше стал волновать вопрос гособеспечения в старости. Куда важнее выжить сейчас. Пенсионные доходы призрачные, убытки от белой зарплаты вполне реальны. Многие охотно соглашаются на зарплату в конверте, чтобы субсидию сохранить или алименты поскромнее платить. Кстати, сейчас большинство зарплат все же не черные, а серые, когда минималка официальная, а остальное конверт, прикрытый тенью. Количество работающих в тени это тайно за 7,5,7 млн. Но по косвенным данным в той или иной мере получают зарплату в конверте, то есть либо полностью, либо часть, от 30 до 45% украинцев. То есть треть, а то и половина украинцев просеиваются через налоговые лазейки. Ведь арифметика и для работодателя, и для работника получается невыгодной. Те, кто получают белую зарплату, оплачивают 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. А это значит, что вместо 8 тысяч грязной зарплаты человек получает 6,5. При этом качественных госуслуг человек не получает. Нам, возможно, не было бы так образливо их платить, а бы мы знали, что сегодня наши податки идут на школу в Дарницьком районе, там будут перекрывать дах. И мы знали, что это. И мы понимали, куди они идут. И что это не иконы 16-го столетия и какие-то коллекции холодной зброи, которые мы никогда не увидим. Если этого не происходит, и ты вымешен абсолютно самостоятельно и собственным коштом, научить детей вытрашивать деньги на лечение, операции или какие-то поточные платежи для страховой компании, то тогда экономический сенс сплаты государства за те самые публичные послуги, которые ты не получаешь, втрачается. И, соответственно, это главная причина, основная причина, базисом для существования так называемых черных зарплат. С другой стороны, откуда в казне будут деньги, если каждый третий работник не платит налоги. Поэтому в Кабмине решили жестче бороться с нелегальным трудоустройством. С октября масштабные проверки обещают по всей стране. Фискалы уже готовы. Контролюющие органы имеют право проводить проверки платников податков. Такие проверки мы проводим в межах своей компетенции и выключены с наявности подстав. И основанием может быть все что угодно. К примеру, жалоба или подозрительные финансовые отчеты. Но одним кнутом превратить черное в белое не получится. Работать легально должно быть выгодно и бизнесу, и людям. К примеру, должны быть очевидные социальные преимущества. Рано или поздно мы придем к такой вещи, как постепенный переход к страховой медицине. Извините, страховка дешевле для того, кто легально работает. Например, страховка гражданской ответственности на автомобиле дешевле для того, кто легально работает. Но пока государство не предлагает таких изменений, люди массово уезжают на заработки за границу, где правила рынка труда, трудоустройства и соцобеспечения гораздо прозрачнее. Инна Томина, Наталья Шумакова, Владимир Самченко и Богдан Савруцкий. Подробности недели телеканал Интер. Продолжаем обсуждение политической недели в Украине и теперь с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, гость нашей программы. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Ну, давайте начнем с бюджетной темы, да, наверное. Эксперты называют проект главного финансового документа на следующий год бюджетом для кредиторов. Но это неудивительно, в правительстве тоже признают, что писали, в общем-то, в условиях сотрудничества с МВФ. А как вы оцениваете этот проект документа? На самом деле, действительно, очень много надо отдавать. И это так подписало реструктуризацию предыдущий минист финансов. Неудачно, считаю. И вообще-то нет идеальных бюджетов, нет бюджетов, которые подходят всем. Я даже не говорю о том, что доходная часть бюджета взята с потолка, скажем прямо, что увеличится фискальная нагрузка. Но почему мы категорически против этого бюджета с самого начала сейчас? Потому что есть определенная красная линия в бюджете, к которой нельзя переходить. Ну, нельзя увеличивать тарифы на газ и при этом снижать на 16 миллиардов субсидий. Их и так не хватает в этом году. И так люди не могут оформить, люди не платят, заходят в долги. И это еще увеличивается сознательно правительством в этом бюджете. Вторая красная линия. Нельзя снижать с учетом реальной инфляции социальной выплаты и при этом на 15 миллиардов увеличивать выплаты на силовой блок. Чернобыльцам не выплачивают, несмотря на решение Конституционного суда. Снижаются выплаты матерям-одиночкам, снижаются выплаты инвалидам. И в это время полиции, прокуратуре, я не говорю по армию, СБУ увеличивается на миллиарды выплаты. Конечно, это можно назвать одним словом. Это бюджет полицейского государства с нищим населением. И мы, естественно, за такой бюджет не проголосуем. И с самого начала ставим вопрос о том, чтобы бюджет был пересмотрен. Уже правки нами готовятся, они будут поданы в бюджетный комитет в ближайшее время. Одно из главных событий, пожалуй, на этой неделе в парламенте это обращение традиционного президента Украины. Вот что вы в нем услышали, а чего не услышали? Я внимательно прошлушал обращение президента. Оно вызвало у меня тягосное впечатление, откровенно говоря, потому что, ну, можно, конечно, извиниться за то, что ты обманул людей, когда обещал остановить войну. Но люди хотят слышать, когда будет мир. Этого не прозвучало. Люди хотят слышать о том, когда они вообще начнут жить по-человечески. Потому что его лозунг пять лет назад «Жит и по-новому», все его помнят. Так вот, его реализация за пять лет привела к тому, что девять из десяти жителей Украины, наших граждан, превратились в нищих. И в этом послании не было ни слова сказано о том, когда вообще люди начнут жить по-человечески. Что для этого надо сделать? Как развивать экономику? Создавать рабочие места? Как вообще навести порядок в стране? Враги, значит, все там мешают. И, к сожалению, будущего страны я не услышал. И не только я. Это мнение общее, что президент просто использовал яркую предвыборную речь, но это не было посланием о том, как будет развиваться страна. Ну, и на этой неделе произошло то, чего мы ждали четыре года, да? Коалиция все-таки провела замену членов Центра избиркома. Ради этого за решение в зале пришлось заплатить расширением количества членов Центральной избирательной комиссии. Добавили еще два кресла. Как вам такой размен? И вот, в принципе, а кто будет сейчас представлять оппозицию в ЦИКе? Ну, на самом деле, люди должны понимать, что произошло. Вот у нас было 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые работали себе, и квотный принцип соблюдался, были представлены все фракции, причем квот, согласно квотному принципу. Сколько людей в парламенте, примерно столько же соответствовало, ну, поделив, естественно, пропорционально, количество представленных членов ЦВК. Что произошло сейчас? Президент, обещая честные выборы, он тоже это обещал в предвыборной речи, тем не менее, записал 6 своих представителей в ЦВК из 17, два человека от ведрожжения и воля народа, это тоже его представители, которые просто прошли от этих фракций, то есть у него 8 представителей уже там, и задается вопрос, а зачем, если хотят сделать честные выборы, обеспечивать себе большинство в Центральной избирательной комиссии, которая должна быть равноудовлена от всех и должна просто отфиксировать выбор народа. Причем, самое главное, действительно, чтобы выборы в стране были честные, потому что люди в таком состоянии, что любая, даже попытка фальсификации, она может привести просто к непредсказуемым последствиям. А дальше что произошло? Поскольку не хватило мест для большинства, решили увеличить на два человека еще. То есть сначала делали закон под генерального прокурора, у которого нет юридического образования, теперь сделали закон под того, чтобы было большинство в ЦВК у президента, не может парламент быть органом, который идет на поводу у человека, даже если он занимает пост президента и принимает решение, которое противоречит законодательству. Поэтому мы считаем, что, я даже не говорю о том, что наши кандидатуры вообще не приняли к рассмотрению, и естественно, что это будет уже сразу печать нелегитимности на этом ЦВК, поскольку резолюция Совета Европы есть о том, что все фракции должны быть представлены в парламенте, в Центральной избирательной комиссии. Так вот, это с самого начала, причем создали проблему сами себе. С самого начала все понимают, что ЦВК, которая избрана таким образом, она уже находится под вопросом. И, соответственно, и выборы тоже находятся под вопросом, поскольку они могут быть утверждены нелегитимной Центральной избирательной комиссией. Я считаю, что это величайшая ошибка, и то, что парламент в очередной раз пошел на поводу каких-то своих интересов, остатков правящего большинства, стремление удержаться любой ценой власти, это аукнется нам большими бедами. Мы катерически против такого подхода, все должно быть честно, прозрачно, тогда люди воспримут этот выбор. И попрошу вас если можно коротко прокомментировать еще старт процесса изменений в Конституции Украины по поводу закрепления курса на ЕС и НАТО. Верите ли вы, что эти изменения все-таки доведут до конца? Ничего этого не будет, поскольку это чисто политическая декларация. Я об этом сказал с трибуны в парламенте, потому что это был чисто механизм и этап предбываренной кампании президента, потому что никакого практической реализации не будет. В НАТО нас не возьмут, поскольку есть конфликт на востоке страны, а в ЕС дал четко нам понять, что сначала разберитесь через 25 лет, а с таким уровнем коррупции и безобразия, которое в стране, вам там вообще делать нечего. Поэтому это чисто была политическая декларация, не имеющая ничего общего с реальными нуждами и чаяниями людей. Спасибо вам за этот разговор. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, отвечал на мои вопросы. Мы продолжим. На этой неделе правоохранители сошлись в очередной просто-таки битве. НАБУ, САП, ГПУ, СБУ и нацполиция. Три разбитые машины, один перелом руки и десятки новых громких обвинений. Вот результат. Честно говоря, в день столкновения силовиков там только пожарных, наверное, не хватало, но ощущение такое, что и до них еще дойдет. В очередной серии антикоррупционной драмы разбиралась Ольга Теребинская. Кабель раздора или почему между главными антикоррупционерами снова скандал? А все началось в среду утром, когда глава НАБУ, Артем Сытник, в который раз не явился на отчет перед депутатами. Вместо этого прислал письмо, мол, очень занят. Пока депутаты решали, чем же заманить к себе трижды прогульщика Сытника, возле антикоррупционной прокуратуры начались настоящие баталии. По версии САП, детективы НАБУ якобы снова пытались установить прослушку в кабинете Назара Холодницкого. Госохрана нашла кабель, который протянули от Ахмадета в направлении прокуратуры. В закрытом гараже полиция выявила помещение, а в нем сейф с кабелями. После этого возле САП обнаружили автомобиль якобы с сотрудниками НАБУ. Их попытались задержать. На прохание показать документы это дозвола. Жодных документов не было надано. и в подсобке гаражу, который находится на территории Ахмадета, с внутренней стороны был закрыт один граждан, который отмывался представиться. Также была выявлена определенная аппаратура. После обнаружения сотрудники НАБУ попытались скрыться. параллельно разбили автомобиль САП и две рядом стоящие машины, а водителю Холодницкого сломали руку. Заявился спецназ Национального антикоррупционного бюро, славназвестный спецназ в Шкорпетках, после чего водя антикоррупционной прокуратуры было силою вытягнуто с службового автомобиля. На его месте сел працивник, как я понимаю, НАБУ. Стойте, держите руководителя. По итогам конфликта в САП заявили, что считают пребывание Артема Сытника на должности руководителя НАБУ несовместимым с противодействием коррупции. В свою очередь в НАБУ от всего открещиваются. Говорят, их детективов никто не задерживал. Никакие жучки они не устанавливали. И вообще сотрудники бюро там были по другим делам. Я полностью их суть раскрыть не могу, потому что это мы досудово расследовали. Окременно стал инцидент действительно очень удивлен. Когда наши споробитники управления специальных операций были заблокованы автомобилями специализованной антикоррупционной прокуратуры. Причины этого блокования не было. Потом наши сотрудники вжили заход для того, чтобы это блокование снято. Этот инцидент теперь будет расследовать СБУ. Квалификация превышение служебных полномочий сопровождавшаяся насилием. Вообще мирными отношения НАБУ и САП не были никогда. А открытый конфликт длится с конца марта, когда Холодницкий обнаружил в своем аквариуме жучки НАБУ. Повторяется ли история с прослушкой сейчас? Чем закончится это дело? И будут ли отставки? Пока открытые вопросы. Но то, что доверие главным антикоррупционерам с каждым новым скандалом падает, уже очевидно. Ольга Теребинска, Александр Васильченко, Геннадий Аникенко. Подробности недели телеканал Интер. И, кстати, параллельно этому выяснению отношений, НАБУ не снижает темп наступления на министра инфраструктуры Владимира Амеляна. В доказательство обвинений, которые детективы озвучили на прошлой неделе, опубликовали переписку министра. Если верить этим данным, Амелян на правах владельца распоряжался джипом, который формально записан на его брата, а также пытался решить с одним из работников агентства по электронным декларациям проблему с проверкой своего имущества и доходов. Напомню, детективы обвиняют министра инфраструктуры в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Итак, чем могут закончиться все эти споры между НАБУ, САП и другими правоохранителями? И главное, как они могут отразиться на расследованиях, которые проводит бюро? Давайте попробуем разобраться. На связи с нашей студией сейчас замглавы парламентского комитета по противодействию коррупции Игорь Попов и политический эксперт Тарас Загородний. С ними и продолжим эфир. Игорь, вопрос к вам. Как вы оцениваете весь набор конфликтов между НАБУ и САП и как они могут сотрудничать, если руководители угрожают друг другу уже даже уголовными делами и даже посадками? Добрый вечер. Конечно, нашим зрителям возможно даже интересно смотреть за этим. мыльной оперой возможно делать ставки кто выиграет но ведь главная проблема не в персональном конфликте а главная проблема в том, что эффективность которая и так была невысокой все далее падает. Вы абсолютно правы в том, что все дела НАБУ должны подписывать прокуроры САП. И в последнее время все больше у них противоречий подписано из резонансных дел единственное по Амеляну к которому у экспертов юристов-адвокатов слишком много вопросов. И поэтому чем может закончиться к сожалению не может закончиться как обычно ничем а чем должно закончиться это действиями очень конкретными и кадровыми и законодательными которые должны увеличить эффективность борьбы с коррупцией. Потому что у общества огромный запрос на это а мышей пока никто не ловит. К сожалению вы правы. Тарас следующий мой вопрос вам. Вот ваш прогноз сколько еще может продолжаться вот такая вот гонка обвинений борьба обвинениями между Сытником и Холодницким и чем это может все закончиться в результате? Ну поскольку их избирали фактически на 7 лет каждого то это будет продолжаться 7 лет потому что в принципе та ситуация которая сложилась вокруг на БУСАП полностью устраивает всех заинтересованные стороны которые не хотят чтобы эти правоохранительные органы реально работали. В идеале конечно же я бы уже поставил точку в этом эксперименте реформировал эти лишние структуры сделал бы НАБУ уже давно частью новосозданного бюро расследований как это давно предлагалось а сэкономленные деньги бы направлялась в первую очередь на создание нормальной независимой судебной системы поскольку она бы дала возможности садить коррупционеров и создать стране стабильные права собственности но этого скорее всего сделано не будет и я не исключаю что именно по той причине что они фактически находятся в клинче они как раз останутся на своих местах потому что они всем удобны Игорь а скажите что там с аудитом НАБУ аудиторов выбрали почему проверка деятельности бюро до сих пор не начинается да мы выбрали трех уважаемых опытных юристов но мы же сейчас видим что даже три суперопытных юристов своей работы не могут разрулить ту огромную проблему которая сложилась комиссия по аудиту она независимая поэтому даже мы как профильный комитет не можем заставить их быстрее начать работать а они тоже честно говоря обалдели от глубины проблемы и поэтому когда звучат просто предложения давайте мы уволим двух должностных лиц сытника и холоднистка это не решит проблему то есть проблема гораздо глубже и поэтому нужно действительно перелопатить их методы очень много жалоб на то что в основном это провокация и взяток а не борьба с реальной коррупцией соответственно должен быть более фундаментальный отчет инструктаж что давайте вы ловите реальную коррупцию по вопросу переформатирования и даже кадровых изменений я не исключаю что может быть даже полная замена законодательства и изъятие или пересмотр тех статей которые не позволяют увольнять директоров этих органов но это опять же задача не посильная ни для нашего одного комитета ни для комиссии по аудиту и поэтому я не исключаю что мы будем инициировать создание временной следственной комиссии которая проведет изучение этих проблем предложит парламенту какие законодательные кадровые решения надо принимать надо делать это безотлагательно то есть буквально 2-3 месяца на работу вот это будет тогда настоящий аудит и только так парламент сможет исполнить свою контрольную функцию за этими органами ну что ж ясно спасибо вам на мои вопросы отвечали замглавы антикоррупционного комитета Верховной Рады Игорь Попов и политический эксперт Тарас Загородний вакцинные скандалы продолжаются в срыве вакцинации Минздрав обвиняет ниже стоящих чиновников а в школах тем временем готовятся не пускать детей без прививок насколько вообще это законно и какой риск все-таки выше подхватить инфекцию отказавшись от прививки или пострадать от некачественных препаратов это тема после рекламы Неразрешимое коммунальное уравнение как украинцам пережить зиму если субсидии значительно сокращают а тарифы обещают повысить нет справки не будет аттестата могут ли школы закрывать двери перед невакцинированными детьми вы смотрите подробности недели мы возвращаемся в прямой эфир массовое отравление в Чернопольской области пострадавших уже около 250 человек почти 100 из них дети причина уже к сожалению банальная для сельской местности химикаты люди почувствовали симптомы отравления после обработки полей первые результаты проверки показали, что были нарушены все санитарные нормы самолет, который использовался для распыления химикатов разворачивался прямо над жилыми домами пока никто не госпитализирован но число пострадавших растет с каждым часом Минздрав нашел кто же виноват в том что все больше украинских родителей отказываются делать прививки своим детям Гослегслужба если полностью то этот орган называется так Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками чиновники именно этого ведомства должны следить чтобы к украинцам попадали только качественные вакцины по оценке Минздрава Гослегслужба весь год необоснованно запрещала препараты и этим только усиливала страхи украинцев которые и так боятся вакцинироваться причем даже от самых серьезных болезней на этой неделе Кабмин отстранил руководителей ведомства жестко обойтись хотят в Минздраве не только с нижестоящими чиновниками но и с самими родителями которые не соглашаются на вакцинацию теперь их детей могут просто не пустить на учебу в школу или в детский сад но вот только законно ли это в Украине разбиралась моя коллега Евгения Коваленко Без справки двери в школу и детсад закрыты наши дети должны быть щеплены около недели назад Минздрав опубликовал официальный указ детям без обязательных прививок запретили посещать учебные заведения а все из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране ведь с начала года в Украине заболели корью почти 30 тысяч человек из них 13 умерли кроме того нам грозят в спешке краснухи паратита куклюша и даже дифтерии в Украине самый низкий уровень вакцинации в Европе у нас привиты менее половины детей а чем меньше этот показатель тем выше риск эпидемии опасную инфекцию любой ребенок может подхватить даже во время обычной игры если нет иммунитета последствия могут быть очень серьезными но несмотря на доводы чиновников от медицины указ Минздрава еще больше подогрел и без того горячие дискуссии между сторонниками и противниками прививок дискриминация или необходимая мера нарушение закона или его соблюдение в ведомстве ссылаются на закон о защите населения от инфекционных болезней но с другой стороны все дети имеют право на образование если какому-то ребенку будет отказано в поступлении в школу на сегодняшний момент из-за отсутствия вакцинации то это будет не просто нарушение обычного закона это будет нарушением конституции в Минздраве парируют их указ носят рекомендательный характер родители могут отказаться от прививок но это должно быть оформлено соответствующим образом как хорошо знает Богдана она забирает из школы двоих сыновей за всю жизнь мать не сделала им ни одной прививки говорит проблем с допуском к занятиям у них пока не было у младшего у меня откуда-то прививок у него медицинский отвод у него аллергические реакции у старшего ну это было раньше как бы все в школе об этом знают у него просто их нет у меня нету липовых прививок все по-честному не прививать детей принципиальное решение матери говорит мол не доверяют украинским врачам боится тяжелых последствий от некачественных вакцин все лечение последствий ложится на плечи конкретных родителей государство уже не обеспечивает лечение такого ребенка они остаются с этой проблемой сами доказать что-то случилось в следствии прививки практически нельзя и таких как Богдана у нас в стране довольно много так называемое антипрививочное движение началось 10 лет назад после смерти старшеклассника в Краматорске тогда СМИ растиражировали что он умер якобы от прививки это спровоцировало массовую истерию и отказ от вакцинации еще один распространенный миф мол прививки могут вызвать аутизм и анафилактический шок но причина низкой вакцинации украинцев не только псевдомедицинские страшилки но и сам Минздрав много лет в Украине были постоянные перебои с препаратами для прививок чиновники просто срывали закупки сейчас говорят врачи вакцины есть и в государственных клиниках и в частных единственное родителям стоит проверять сроки годности и целостность упаковки на ней серия и номер лекарства они должны совпадать с данными в сертификатах кроме того на некоторых вакцинах есть термоиндикатор а вот побочные эффекты от прививки это естественная реакция организма уже больше недели в больнице в стабильно тяжелом состоянии без малейших прогнозов это результат отказа от прививок под Киевом 11-летний мальчик наступил на гвоздь и заболел столбником это тяжелейшая инфекция которая поражает нервную систему и приводит к инвалидности или смерти в этом году только в Киеве зафиксировали два случая заболевания столбником при том что спасением от него является прививка из перечня обязательных я считаю что родители которые не делают прививки своим детям подвергают других детей опасности подвергают других опасности потому что создают благоприятный фон для вспышек давно побежденных болезней Светлана делает своему 4-летнему Тимуру все прививки по графику единственное внимательно проверяет и вакцины и врачей никогда не опасалась никаких в принципе побочек но в первую очередь это из-за того что у меня проверенные люди которые делают вакцинироваться или нет это выбор каждого родителя и его ответственность за здоровье ребенка но риск подхватить инфекцию все же намного выше чем риск пострадать от прививки Евгения Коваленко Оксана Малошенкова Иван Ермаков подробности недели телеканал Интер уже 10-ти миллионный биометрический паспорт выдали в Украине его владелицей стала студентка Киевского университета имени Шевченко Полина Савина церемония прошла при участии президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова глава государства отметил что сейчас украинский паспорт уже на 24-м месте в глобальном рейтинге по количеству стран которые можно с ним посетить Сегодня у нас паспорт будет получать 10-ти миллионный гражданин Украины 10 миллионов Украина шла очень долго до права мать биометричные паспорты которые не дают право безвизовых подорожей до Европейского Союза Я тогда уже сказал что план действий до безвизового режима предупреждал 144 реформы которые день за день должны сделать президент уряд парламент Министерство внутренних справ наша миграционная служба и все были выполнены так что assessment mission это комиссия которая оценивала как самая с какой качеством сделали это украинцы поставила оценку отминно впрочем у сближения Украины с Европой есть и другая сторона экономическая чем больше мы интегрируемся в Евросоюз тем больше людей находят работу а иногда и новый дом на западе счет мигрантов из Украины тоже идет уже на миллионы какое настроение доминирует среди этих людей они уехали навсегда или еще вернутся вторая серия из нашего цикла путь мигранта материал Елены Зориной из Польши Германия Италия Нидерланды Норвегия и то что ближе Чехия Польша сумки выцелаем на Украину гроши выцелаем на Украину и снова заработаем на заработки или вовсе на ПМЖ Каждые 30 секунд один украинец уезжает из своей страны в поисках лучшей жизни а это вдумайтесь 100 тысяч ежемесячно география миграции обширная но чаще всего едут в Польшу по приблизительным подсчетам сейчас здесь работают до 2 миллионов украинцев на заводах на заводах и фабриках в магазинах и даже такси здесь украинская речь слышна повсюду если взять эту будову то больше не украинцы на украинском мове навіть керевництво так разумеет Юрий как и другие строители соотечественники работает по 10 а то и по 14 часов ежедневно приехал на 3 месяца но не жалуется говорит заработки того стоят но строительство это не самая тяжелая работа говорит Иван из Ивано-Франковской области сложнее пройти испытания полем работа за границей можно найти как в Украине так и здесь в Польше по приезде вот популярное место сбора наших в Варшаве греко-католическая церковь на входе доска объявлений полна предложений о работе они работают руками лишь 3% занимают какие-то менеджерские посады средняя заработная плотня в России зараз складает трохи больше 500 долларов а средняя заработная плотня в Польше уже перевищала 1100 евро то есть умовные умовные трудовые эмигрант может заработать больше грошей именно в Европе более предприимчивые налаживают за границей свой бизнес и жизнь и остаются тут мыаем дом триповерховый есть на то попыт много украинцев едут в Польшу берем его и на работу и тут поселяем его Игорь здесь уже более 10 лет теперь у него своя строительная фирма и несколько хостелов тут у нас кухня я знаю плитка микрохвилевка чайник холодильники интернет безкоштовный разные мающие до посуды також тут у нас комната наибольшая 8-м мест вольных мест немае землякам помогает но сам в Украину возвращаться не хочет хоть и скучает для этой украинской семьи все только начинается Елена и Алексей в Украине и рыбу продавали и сыр делали и кафе держали но не задалось денег не хватало покинули родину два года назад решили рискнуть купили бизнес в Польше по интернету пиццерия и кебаб задаток перевели тысячу долларов не видя людей просто вечером нам по скайпу показали помещение это ну вот мы приехали теперь семья Бондаренко живет в пригороде Варшавы их дочь трехлетняя Катя ходит в частный детский сад родители могут это позволить Елена работает в польском ресторане поваром вообще украинский филолог даже кандидат в педагогических наук доцент Алексей водителем на жизнь не хватает вообще все остается то есть отложить из проблем пиццерию продали и теперь по вечерам после основной работы налаживают новый бизнес в маленькой кухне съемной квартиры занимаюсь тестом ну я занимаюсь мясом готовят украинскую еду на продажу вот у нас голубчики сеньюшатина пинкали вот тоже вареники там разные с капустой с грибами с картошкой вот даже есть такие вот зеленые со шпинаком это говорят довольно прибыльно среди клиентов есть поляки но в основном украинцы готовили на 35 человек крестины для украинцев ты выгоден в Польше когда ты работаешь ты развиваешься платишь налоги тебе дают сразу какие-то условия то есть нормальные то есть дотации идут на сельское хозяйство без проблем тебя не трогает как у нас Украина здесь в Польше семья Бондаренко мечтает о доме и собственном маленьком бизнесе сейчас если бы сказали ехать в Украину например то говорю ну как это только вот чтобы родственников проведать они бежали от войны а нашли новых себя правый ногой вперед собрать левый ногой бок подушки уже на пальцы и собираем 17-летний Боря и его мама Елена уехали из Авдеевки и уже пятый год живут в Варшаве в Украине я была учителем учителем информатики теперь не преподает а делает популярное в Польше кулинарное шоу я пошла в академию кино и телевидения в Варшаве закончила ее и уже в процессе учебы я начала работать как режиссер а вот Боря крепко задумался кем хочет быть говорит растерялся от возможностей могу пойти в фильмовую школу и тоже филологией заниматься и вот пока думаю потому что есть какой-то такой выбор если говорить о финансовой стороне конечно же остаться было бы проще в Авдеевке остались все родственники но возвращаться Лена и Боря не хотят в этом году навестили родину это вот там это вообще был шок то есть после того как ты пожил в Европе ты возвращаешься в город где идет война за ужином слушаешь выстрелы мне стало страшно и я понимаю что то что произошло это просто ну я не могу там жить не от войны так от бедности украинцы уезжают подальше от родины впрочем официальная статистика гласит Польша уже не так популярна как раньше соотечественники едут дальше на запад колькость перетенев кордону уменьшилась на 10% також если мы видим по количеству выданных польскими консулами она тоже уменьшилась на 10% украинцы возможно знайшли соби ищи края больше придат для працевлаштования это объясняется тем что заработка в других краях Евросоюза значительно выше возможно вскоре не в Польше а где-нибудь в Италии будет жить и Борис увлечение танцами не осталось незамеченным парня приглашают в другие европейские страны и хотя хэппи-энд для украинцев в Европе не всегда норма судьбы складываются по-разному но люди продолжают уезжать в поисках лучшей жизни и больших денег кто-то возвращается кто-то вместо заработка находит неприятности а кто-то становится гражданином другой страны из Польши Елена Зурина Марианна Бурякова и Евгений Каминский подробности недели телеканал Интер сколько же людей уехали из Украины и сколько все еще остаются это отдельное тема общие цифры называют самые разные например многие сторонники власти склонны верить скажем так консервативным оценкам и говорят что всего уехавших не более 5 миллионов да и то большинство из них трудовые мигранты которые вернутся меньше 2 миллионов человек в России еще около 3 миллионов в Европе и других западных странах а вот оппоненты власти утверждают что ситуация намного хуже мол уехавшись не меньше 7 миллионов причем большинство из них стараются закрепиться в новой стране и еще один большой вопрос а сколько же тогда человек живут сейчас в нашей стране 42 миллиона или меньше и если меньше то на сколько вот это не просто какие-то отвлеченные рассуждения в предвыборный год важно задуматься именно о таких цифрах они свидетельствуют о существенных переменах в числе избирателей в том числе а значит этими переменами могут воспользоваться и для того чтобы так сказать дорисовать нужный результат на выборах давайте эту тему обсудим с нашим следующим гостем Вадим Карасев один из самых известных и хорошо осведомленных украинских политологов в нашей студии здравствуйте Вадим спасибо что нашли время спасибо но вот какой оценке из озвученных мной вы доверяете 5 миллионов уехавших 7 возможно больше точно никто не знает это возможно и больше так но думаю больше 5 миллионов точно не знают потому что не хотят знать или просто пустили этот вопрос ну потому что слабая регистрация наверное так вообще эта тема ну как бы власти этой темы ну как бы боятся не хотят касаться не хотят чтобы она была в топах информационных и новостных так поэтому очевидно просто или руки не доходят потому что это серьезный вопрос и демографическая политика и политика трудовой миграции она знаете все таки не является вот той ключевой темой на которой сосредоточена сегодня власть но тем не менее сложно ответить на этот вопрос но мы с вами понимаем что речь идет о миллионах конечно вот можно ли о миллионах избирателей это же не дети едут туда давайте сначала о настроениях с которыми люди туда уезжают можно рассчитывать серьезно на то что эти люди когда-нибудь вернутся или они все таки собираются интегрироваться в этих других странах как вы считаете ну если говорить о тех кто работает в России то вряд ли там большинство останется так они все таки вернутся в Украину они на заработки похожие условия в общем-то другой жизни они там не найдут совершенно верно да а вот те кто уезжает в Польшу в Италию в Португалию они конечно же уезжают с расчетом там остаться для детей ради детей это значит что люди просто не верят в перспективы в страны раз они уезжают туда не просто заработать а потом вернуться в Украину а уезжают тут искать свое место жительства ищут свою мечту от украинского мечту ищут не в Украине а за ее пределами вот эта тенденция когда уезжают с семьями даже бизнес переводят туда так мелкий средний бизнес которому некомфортно здесь в стране вот эта тенденция уже угрожающая Вадим вот если говорить о конкретном влиянии заработчан на жизнь в Украине то пожалуй они уже наверное стали главным инвестором нашей страны вот Национальный банк прогнозирует что до конца этого года трудовые мигранты перечислят рекордную сумму в 11 миллиардов долларов важный вопрос вы уже его затронули а могут ли они играть такую же существенную роль на выборах вот все-таки плюс-минус несколько миллионов человек это очень лакомый кусок для любого политика согласитесь а дискуссии о том вот на сегодняшний день за полгода до выборов практически плюс-минус о том сколько нам нужно дополнительных избирательных участков открыть в каких странах ее нет серьезной дискуссии как это можно прокомментировать ну вот тем что не доходят руки или не обращают внимание так хотя вот когда проходят выборные кампании вообще-то в штабах кандидатов я это знаю ну не понаслышке эту тему всегда эта тема была очень важна были доверия люди специальные которые например ездили в Италию так работали с диаспорой украинской в Италии в пользу того или иного кандидата так поэтому какие-то эмиссаров каких-то туда будут засылать ключевые кандидаты это первая линия вторая линия посольств потому что голосуют посольства так тут нужно будет соблюсти как бы всю процедуру чтобы там не было никаких знаете вмешательства какого-то случайного или не случайного это два третье если говорить о настроениях допустим людей которые там ведь многие же не очень-то хотят ехать понимаете они едут не потому что это их сознательный выбор потому что они хотят уехать от нужды от бесперспективы поэтому многие из них это не сторонники власти многие которые особенно те которые работают в России на чужбине зарабатывают деньги потом своим там на разных стройках российских норишей они я не думаю что они как раз являются сторонниками власти ну смотрите в Украине вот эти миллионы они все равно остались у нас как оставшиеся души в списках избирательных то есть люди работают но в списках избирательных есть а у многих я уверен еще и украинский паспорт здесь остался где-нибудь у родственников вот как проконтролировать чтобы эти голоса не были использованы в темную и хочет ли кто-то это контролировать я думаю что над этим штабы штабы кандидатов будут работать основательно чтобы не использовали паспорта вот и не голосовали за других людей я думаю что как раз будут прорабатываться эти вопросы а вы не думаете что многие штабы наоборот захотят использовать правильно но тут же как правильно одни будут использовать они наверное будут думать так мы не дадим другим использовать совершенно верно это такой взаимный контроль взаимный контроль такой и тут конечно же выиграет тот кто будет более креативный Для того, чтобы уйти из этого контроля. Но, в принципе, наши ключевые штабы и штабы ключевых игроков на президентских выборах, на парламентских выборах научились контролировать друг друга. Но все-таки мне интересно понять, и, наверное, это пытаются понять и в тех штабах, которые, вы говорите, отправляют своих эмиссаров для работы с потенциальными избирателями. Все-таки, вот те, кто выехал, особенно в страны Евросоюза, они насколько активно уже готовы участвовать в политической жизни нашей страны? Или они уже все-таки превратятся скорее в диванных экспертов, которые, знаете, так, с интересом, но все-таки пассивно будут наблюдать за нашей политической жизни? Хороший вопрос. Знаете, вот недавно был Майдан в Румынии. Его назвали Майданом Зарабетчан. Потому что это Зарабетчане из Румынии, которые работают, кстати говоря, в Европе. Вот они приехали и устроили Майдан, недовольны жизнью, недовольны тем, что они вынуждены работать за границей. Вот это форма участия в политике людей, которые выезжают за границу в поисках счастья или куска хлеба и прочее. Но если говорить об участии в политике, то я не думаю, что сейчас есть какие-то серьезные возможности для того, чтобы они поучаствовали в политике, создали какую-то свою партию. Это же не так делается у нас. Тем более, что элита у нас более-менее стабильная, она затрамбовала. Если есть какое-то обновление, то оно очень дозировано и управляемое. Поэтому вот в такой легальных, конвенциональных формах участия в политике я не думаю, что будет какой-то такой новый наплыв людей, которые работают за кордоном. А вот если они приедут сюда, будут недовольство свое, будут высказывать здесь, ну чтобы не было так, как в Румынии. И еще один момент такой, видите, это же не только проблема Украины. Вот Болгария, член Европейского Союза, член НАТО, Румыния, Европейский Союз, НАТО. Но Болгария 9 миллионов жителей, 2 миллиона работают за границей. Нет рабочих мест. Деиндустриализация, не строятся заводы. Так, понимаете, поэтому вот это, когда мы думаем о том, что вот вступление в Европейский Союз там сразу гарантированно нам все обеспечит, это тоже, мне кажется, такое, ну легкое пока, не менее, заблуждение. Так что это тенденция на годы. Тенденция на годы. Я не вижу, что мы можем этот тренд на деиндустриализацию, потерю рабочих мест, как-то перебить его, так, нейтрализовать. Значит, люди будут уезжать, в Польшу будут уезжать, уезжать с семьями будут, уезжать уже и с бизнесом будут. Возвращаться будут не все. Но, а мы будем сейчас принимать нелегальных мигрантов из стран Азии, Африки, так сказать, из России, наверное, тоже. Так что демографический, этнический состав страны, он лет через 10, он может очень серьезно поменяться. А еще 10 лет назад... И он может поменять и политический ландшафт нашей страны, в принципе, в первую очередь. Национализм тогда, понимаете, национализм будет не антирусский, не антироссийский, а будет вот это антиазиатский, там, анти... На таких, на российских каких-то вещах, это тоже может быть. 10 лет назад одной газете... Антимигрантский, как в Европе. Да, да, да. Прогноз, какой будет Украина в 2040 году, я сказал, она потемнеет. Вот оно прямо там и в заголовке было, так сказать, Украина потемнеет в 2040 году, потому что, действительно, миграция вот такая будет. Лучшие, кстати говоря, энергичные люди, с хорошим образованием, как у вас в сюжете, вот будут выезжать сюда, мы будем получать низкоквалифицированную, низкоплачиваемую, но послушную рабочую силу и стран Азии, Африки и так далее. Понятно, спасибо вам за этот разговор. Вадим Караслев, один из самых известных и опытных украинских политологов, отвечал на мои вопросы. Мы с вами продолжим. Вот есть в нашей стране и те люди, которые эмигрируют, не уезжая при этом физически. Вот в Закарпатье еще сильнее разгорелся конфликт из-за деятельности венгерских дипломатов. Мало того, что они раздают паспорта соседнего государства украинским гражданам, так еще и инструктируют, как не попасться на этом двойном гражданстве. Звон бокалов и торжественные речи. Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. И все бы ничего, но на верность Венгрии присягают граждане Украины. Эта процедура один из этапов получения иностранного паспорта. Хотя в Украине двойное гражданство запрещено конституцией, и венгерская сторона это прекрасно знает. Более того, заботливые работники консульства в украинском берегове учат новобранцев быть хитрее. Вскрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства. Это видео тайно сняли на мобильный телефон и выложили в сеть. Скандал разразился сразу. Павел Климкин даже видеообращение записал. Мы прекрасно знали, что это происходит. Попередовали наших угорских коллег. Но это уже доказ. На этот доказ молчать не можно. Нужно реагировать. В ответ украинский МИД пригрозил выслать венгерского консула. Этот консул приедет куда-то, в Будапешту, в другом угорском городе. Но Венгрия сразу пошла в контратаку. Мол, выдворение консула расценят как недружественный акт. Двойное гражданство – это нормальная практика для стран ЕС. А в довесок прибегли к уже знакомым аргументам. Венгрия постоянно следит за развитием событий. Не исключено, что в будущем также могут быть предприняты дальнейшие меры по замедлению евроинтеграции Украины. Подобное Венгрия заявляла неоднократно. После конфликта из-за украинского закона об образовании, согласно которому преподавание в школах должно быть на государственном языке. В Закарпатии проживают около 150 тысяч этнических венгров. И двойное гражданство там – повсеместная практика. Это хоть и запрещено украинской конституцией, но наказание за данное нарушение четко не прописано. Это старая и хорошо известная проблема, которую никто из властей не торопится решать. Я буду в этой передней домовленно встречаться с Питером Сияртом в Нью-Йорке. Мы будем говорить о том, что мы будем делать дальше. О том, каким образом мы вместе должны работать с угорской громадой. Еврокомиссия ополчилась против восточноевропейских государств. Санкции от Брюсселя стали вполне реальной угрозой Польши и Венгрии. Если процесс против Польши только начинается, то Будапешту уже достается по полной программе. Вот за что Евросоюз наказывает своих членов, давайте посмотрим. Протесты и демонстрации против разных законов Польши и Венгрии последние несколько лет – дело уже привычное. Оказывает давление на власть Варшаве и Будапеште и Евросоюз. Венгрию раскритиковали за то, что ущемляет свободу журналистов и мешает работать общественным организациям. Польшу из-за судебной реформы, которая делает суды зависимыми от власти. Но поскольку на критику обе страны реагировали ответной критикой, лидеры ЕС решили действовать более прямолинейно. Мы очень медлили, пошли на слишком много компромиссов. Я хочу, чтобы мы говорили четко и твердо с Польшей и всеми другими странами, которые больше не уважают верховенство закона. Самое страшное наказание для стран ЕС – это лишение права голоса. Статья 7 Лиссабонского договора. За то, чтобы ее применить против Венгрии, Европарламент проголосовал убедительным большинством на прошлой неделе. Но венгерский премьер не унимался. Виктор Орбан продолжил привычную риторику. Мол, все это – просто месть венграм за нежелание принимать мигрантов. Мы лучше защищаем границы, чем Брюссель или какая-либо международная организация. Поэтому не откажемся от своего права и не пойдем на уступки в этом вопросе. Орбан не очень расстроился еще и потому, что процедура лишения голоса сложная и долгая. К тому же нужно согласие всех стран ЕС. А Польша, против которой такой же процесс начали еще в прошлом году, уже заявила – использует правовета и поддержит Венгрию. Впрочем, в Брюсселе подумывают применить другое наказание, которое не прописано в законах четко, но реализуется быстрее – урезать выплаты и дотации. Дело в том, что если в стране нет надлежащего правопорядка и независимых судов, значит, она не может должным образом бороться с коррупцией, и деньги из фондов ЕС могут быть использованы не по назначению. Ну и для такого решения Брюсселю придется искать поддержку большинства государств-членов. И тут не только Венгрия и Польша придут на помощь друг другу. В игру еще могут вступить и Австрия, и Италия. Тоже недовольная миграционная политика ЕС. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Европейское бюро телеканала Интер. Сегодня в Днепре лучшие студенты получили именные стипендии от фонда Украина Леонида Кучмы. Эта программа поддержки талантливых молодых людей действует уже 14 лет. Обладателями стипендий становятся те, кто выбрал высокотехнологические отрасли. Подобное поощрение в этом году получат студенты Харькова, Киева и Чернигова. Эта стипендия мотивирует всех студентов быть лучше, ставить цели и достигать их. Ведь, я думаю, никто не сомневается, что через 5-7 лет эти студенты будут работать в государственных структурах. Или будут президентами компаний. И у них уже будет умение ставить цель, планировать и достигать ее. И в дальнейшем это поколение будет таким же образом развивать нашу страну. Это самая лучшая инвестиция в образование. В образование и в здоровье, я думаю, что это самые великие инвестиции. Но нам немножко надо, так сказать, курс менять. Потому что сегодня мы в основном готовим больше гуманитарных науки, больше экономистов. Надо уже переходить на технические науки, потому что без научно-технического прогресса, без-без-без, ничего хорошего не будет. Жизнь в оккупации. Под постоянными обстрелами, с чужой валютой и по чужим законам. Именно так несколько лет жили жители Новоалександровки. До зимы этого года, когда село освободила украинская армия. Тогда, в феврале, наш военкор Игорь Левенок одним из первых побывал в опять украинской Новоалександровке. Во второй раз он поехал туда на этой неделе, чтобы посмотреть, как в прифронтовом селе живут сейчас. Изменились ли условия и сами люди? Материал Игоря. Смотрите далее. Окрестности села Новоалександровка. Луганская область. Позиции наших военных. Этот участок фронта в начале года был у всех на слуху. В январе украинские армейцы взяли под контроль населенный пункт, который находился в серой зоне. Войска продвинулись вперед на 2 километра. И Новоалександровка оказалась за спинами наших солдат. Ждем, когда сюда придет уже основной власть. То есть мы сейчас пристрелите в власть или здесь. Разрушенные дома, следы от пуль и осколков, огромные воронки. Такой мы увидели Новоалександровку зимой. Без электричества и газа под ежедневными обстрелами в селе проживали 16 человек. Выживали за счет гуманитарки и огородов. Минимальные денежные пособия получали в рублях из рук оккупантов. На украинских военных сперва смотрели из-под лобья. Здесь никаких солдат не было. Были ополченцы, прохаживались. И потом мы сами. Ни те, ни другие. А теперь? Теперь сейчас пришли украинские у нас. Люди тут ходят, военные. Ну, короче, нам сказали, освободили. Уже по-настоящему. Сейчас наши военные говорят, ситуация на этом участке фронта стабилизировалась. Враг под прицелом и в прямой видимости. Поэтому особо не рискует открывать огонь. Все, обстрелы пока не отмечаются. То есть ситуация стабильна. Останний наш, как бы можете сказать, бой, который, сутка боевая, это было 13 серпня. Но несмотря на это, Новоалександровка остается закрытым прифронтовым селом, передвигаться по которому лучше проверенными тропами или же асфальтированной дороги. Боевики здесь оставили много смертоносных сюрпризов. И на этой неделе пострадал местный житель. Он пас коз, животное зацепилось за растяжку. Мужчина получил осколочные ранения, выжил. В центре села собрались все жители. Здесь, можно сказать, даже людно. Вот-вот должен приехать Красный Крест. Селяне обсуждают свое житие-бытье. Главная проблема – 4 года нет электричества. Народ никому не нужен здесь. Вот так и передайте всем. В Киеве, везде. Народ никому не нужен. Но отбросив эмоции, выясняется, все не так уж и плохо. Пенсии и пособия украинские власти выплачивают вовремя. Продуктов хватает. И главное, как раньше, уже не стреляют. Всегда нам звонят, интересуются нами. А что возят? Продукты. Государство, взятое на себя обязательства, выполняет, по мнению этой женщины, даже слишком. Они получают пенсию 10-12 тысяч, приезжают на полдня в попасную. Получают пенсию 10-12 тысяч. И на сайте Первомайске кричат «Урал, ЛНР». Украинская сторона после освобождения открыла Новоалександровку для международных миссий. В село заезжает колонна внедорожников Красного Креста. День, когда в Новоалександровку приезжает миссия Красного Креста, местные жители ждут с нетерпением. Раз в месяц они собираются здесь все в центре села, получают гуманитарку. А это топливо, продукты питания и даже живая птица. Все бесплатно. А в помещении местного ФАПа принимают медики. В наличии аппарат УЗИ, кардиограф. Больным выписывают рецепты и здесь же по ним выдают лекарства. Такому сервису могли бы позавидовать многие жители украинской глубинки. На самом деле подвести электричество реально. Хоть и сложно. Положить кабель, плюс ко всему там протекает речушка. Это надо будет делать уже в зимний период, когда или замерзнет. Снова согласование режима тишины. Все для того, чтобы была возможность это сделать. Как бы там ни было, большинство селян соглашаются. Жизнь в Новоалександровке за последние полгода изменилась. Она стала мирной. И люди это ценят. Мы раньше жили хорошо. Когда раньше? До этого, до 14-го года. У нас был свет и маршрутка ходила. Мы ездили по всей Украине. Куда кто хотел ездить? Игорь Левинок, Андрей Костюк, Антон Чиженко, Ирина Орловская. Подробности недели. Телеканал Интер. Верховная Рада наконец занялась разработкой закона, который нужен для системного процесса разминирования в Украине. Еще недавно никому и в голову бы не пришло, что эта проблема в нашей стране будет настолько острой. Но это еще один результат российской агрессии. За четыре года от мин на Донбассе пострадали почти две тысячи человек. 482 человека погибли. Украину теперь сравнивают с Афганистаном или Вьетнамом, странами, в которых десятки лет пытаются очистить заминированные территории. Уже появились несколько тематических законопроектов. Первый от группы депутатов Наема, Залищук, Маркевича и Емца. Они предлагают создать специальное агентство по противоминной деятельности и позволить проводить разминирование не только за счет бюджета, но и за счет средств от международных доноров. Есть и альтернативный проект. В числе его авторов около 20 депутатов, причем фамилии впечатляют. Это и лидеры фракции коалиции, и представитель президента Верховной Ради Ирина Луценко, и первый вице-спикер Ирина Геращенко. Впрочем, наверняка депутаты попытаются объединить лучшие нормы из двух проектов в едином документе. Будем наблюдать за этим процессом. И уже традиционный источник проблем Сирия. В эпицентре столкновения здесь в очередной раз оказались израильские, иранские и российские силы. На фоне уже привычной бомбардировки Израилем иранских целей на сирийской территории был сбит российский военный самолет. Москва возмущена, а вот Израиль хоть и выразил соболезнования, но все равно пообещал продолжить удары. Каковы мотивы израильских военных, знает Сергей Ауслендер. Инцидент, казалось бы, исчерпан. Командующий ВВС Израиля генерал Норкин привез в Москву и продемонстрировал доклад с данными объективного контроля. Они доказывают, в тот момент, когда сирийское ПВО открыло огонь, израильских самолетов уже минимум как полчаса не было. Но если визит генерала вышел довольно тихим, то предыстория буквально прогремела на весь мир. События развивались так. Четверка израильских F-16 атаковала цели в районе города Латаки и склады с иранским оружием. Сбросив бомбы, самолеты включили станции постановки помех и ушли на базу. Спустя длительное время сирийское ПВО открыло беспорядочный огонь. И в этот момент на авиабазу Хмейним заходил на посадку самолет разведки Ил-20. Одна из ракет в автоматическом режиме навелась на него. Расчет, судя по всему, утратил контроль над ракетой и она самостоятельно поразила самолет. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь в средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность, на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Россияне обвинили Израиль в продуманной провокации и пообещали адекватные ответные меры. В российских СМИ разразилась настоящая истерия. Даже звучали призывы нанести удар по Израилю. Версия российских военных начала рассыпаться с самого начала. Их официальный представитель заявил, что эффективная отражающая поверхность, то есть заметность на радаре, у Ила гораздо выше, чем у F-16. Это правда. Если объяснять проще, то на экране локатора Ил выглядел бы вот так, а F-16 вот так. Только совершенно неопытный расчет мог бы перепутать две эти цели. А если принять во внимание разницу в скорости, а она у израильских самолетов была втрое выше, чем у российского, то у них просто физически не было времени им прикрыться. Под весом аргументов позже Путин назвал атаку цепью трагических случайностей. И уже известно, что российская военная полиция арестовала сирийских зенитчиков, сбивших самолет. Израиль во всем обвинил режим Асада и Иран, против которого Иерусалим и действует в Сирии. От своего имени и от имени граждан Израиля я выразил сожаление по поводу гибели 15 российских летчиков, членов экипажа самолета, сбитого огнем с сирийской ПВО. Корень проблемы в том, что Иран пытается использовать территорию Сирии для нападений на Израиль и вооружает наших врагов, таких как Хизбалла. Я также сказал, что у нас есть право на самооборону. Иерусалим не раз подчеркивал, никакого иранского присутствия в Сирии не потерпит и не даст Тегерану строить там свои базы. 200 налетов за полгода яркое тому подтверждение. ВВС Израиля последовательно и четко уничтожают все, что может создать угрозу для безопасности. Это те цели, в которых собраны виды вооружения для Хизбаллы или для шиитских милиций. Это ракеты, это точечные заводы, это мастерские, которые производят все эти виды вооружения, которые в конечном счете распространяются на границе Израиля от Ливана, то есть от Средиземного моря и до границы с Иорданией. Сирийский узел затягивается все туже. Уже десятки стран вовлечены в конфликт. Основные события разворачиваются вокруг провинции Идлиб, последнего оплота сирийских повстанцев. На переговорах удалось договориться о создании буферной зоны и отсрочке наступления правительственных войск. Мы с облегчением поняли, что соглашение достигнуто. Казалось, что существует неустанный обратный отсчет операции, которая потенциально охватила бы 3 миллиона гражданских лиц. Я думаю, это показывает, что дипломатия может побеждать и должна чаще побеждать в этой искусственно созданной катастрофе. Впрочем, подобных соглашений и буферных зон было немало, и всегда все заканчивалось одинаково, разрушениями и огромными человеческими жертвами. Сирийская война никак не закончится, а участников в ней все больше и все больше странных и пугающих инцидентов. Сергей Услендер, подробности недели, Ближневосточное бюро, телеканал АИНТР. Уже не только торговые пошлины, но и санкции против китайских военных. Президент США Дональд Трамп выбрал еще более жесткую линию давления на Пекин. В чем его цель? Разберемся в следующей части нашей программы. Это подробности недели. Мы продолжаем. В течение всего этого года Вашингтон и Пекин обмениваются пошлинными ударами. Первым начал Трамп. Президент США считает, что торговля с Китаем устроена несправедливо. Мол, страдают американские рабочие и фермеры, а Китай еще и занижает курс своей валюты, стимулируя экспорт. Счет пошел уже на сотни миллиардов долларов. Трамп обещает, если надо будет, обложит новыми пошлинами поставки из Китая аж на полтриллиона долларов. Но вот только, есть ли от такой политики хоть какая-то выгода для самих американцев? Кто выиграл и кто проиграл? Выяснял Дмитрий Анопченко. Огромные заводы и фабрики, где трудятся в три смены, и крохотные семейные мастерские, все они работают с одной целью, чтобы товары с надписью «Made in China» продали в Соединенных Штатах. Только по официальным данным, они зачастую занижены, с начала года китайцы поставили в Америку товаров на 67,5 миллиардов долларов, на четверть больше, чем год назад. Да, не всегда качественно, зато дешево. Да, инструкции зачастую переведены с китайского в гугл-переводчики. Но кого это волнует, когда за такие же американские товары нужно куда больше денег выложить? Штаты тоже продают свою продукцию в Китай, но объемы не сравнить. Вот Дональд Трамп и пытается выровнять ситуацию, чтобы китайский ширпотреб выглядел не так привлекательно. И весь мир теперь на это смотрит, на этакую битву двух слонов, которые вытопчут все вокруг себя так, что мировая экономика окажется под угрозой. Борьба действительно не шуточная. В начале этой недели Трамп объявил о введении дополнительных пошлин. Наценка 10% на товары из Китая стоимостью 200 миллиардов долларов. С 1 января тарифы поднимут еще на четверть, а потом и третий этап может быть, если Поднебесная и дальше будет платить Вашингтону той же монетой, вводя ответные меры. Это уже не только экономистов, но и первых лиц МВФ обеспокоило. Конфликт усилится, это дорого обойдется обеим странам, и по всему миру проблем добавится. В МВФ, пожалуй, впервые настолько прямо сказали по поводу торговой войны Вашингтона и Пекина. В этой игре не будет победителей. Но, тем не менее, в обеих столицах в нее продолжают играть. Словно в монополию, когда на кону не миллиардные убытки, а лишь бумажные фишки. Почему же Штаты так ей увлечены? Финансовые эксперты говорят, вопросы нужно задавать не им. Тут политика на первом месте. Аргументы действительно политические. Президент Трамп обещал, что будет жестким с Китаем. Вот он и давит изо всех сил, рассчитывая, что на этой пропагандистской волне проскочит выборы в Конгресс. Избиратель в глубинке, для которого важно, чтобы в самой Америке рабочие места создавались, такую риторику поддерживает. Мысль просто. Мол, если на китайские товары пошлины введут, производство обратно в Штаты вернется. Но при этом не понимает, что если это и случится, огромные затраты на переезд производители на людей переложат, аккуратно подняв стоимость продукции. Но пока избирателя это устраивает, Белый дом продолжает закручивать гайки. Гость-секретарь Помпео в эфире консервативного Fox News, который аудитория Трампа как раз и смотрит, даже заявил, мол, Китай для нашей страны куда большая угроза, чем Россия. Россия под руководством Путина остается забиякой. Мы должны давать отпор и сдерживать их где только можем. Но если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, Китай является намного большей угрозой. Эти слова мгновенно долетели до Пекина. Их там восприняли серьезно. Ну что ж, враги значит враги. С ответом не замедлили. Курс юаня к доллару просел, несколько раз обновив исторический минимум. И хотя официально это не признают, американские эксперты уверены, китайцы пытаются еще больше продажи в Штаты нарастить. Ведь для тех, кто покупает за доллары, их продукция становится дешевле. Пошла в код и тяжелая артиллерия. Китай сократил вложения в американские гособлигации. При этом Пекин, крупнейший кредитор Америки, за последние годы скупил почти пятую часть американского госдолга. И любые резкие действия с этим пакетом несут огромную опасность для всей финансовой системы. И американской, и мировой. В Штатах это отлично понимают, но пока что политика на первом месте. Среди республиканцев многие готовы пойти на убытки, если торговая война с Китаем принесет им голоса на предстоящих выборах. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Ну, пошли на это уже привычно. А вот к санкции против китайских чиновников это громкая новость. Трамп включил в американский санкционный список еще и департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Причиной такого решения американцев стала покупка Китаем у России истребителей и нескольких систем противовоздушной обороны С-400. Надо сказать, что торговые пошлины от Трампа еще не вызывали в Пекине такого гнева, как это санкционное решение. Вашингтон мотивирует его просто, мол, будет ограничивать любые существенные транзакции с российским оборонным сектором, пока Россия не изменит свою политику. Кстати, и по отношению к Украине. И обещают вводить такие же ограничения и против других государств, если они совершат подобные покупки у российских оборонщиков. Впрочем, еще одной косвенной причиной вот такого давления Трампа на Китай может быть Северная Корея, давний союзник Пекина. Ким Чен Ын дал серьезные обещания президенту США и в Вашингтоне надеялись увидеть реальный прогресс по демонтажу северокорейской ядерной инфраструктуры. Но видят типичный политический театр из Пхеньяна. Красивые жесты, громкие слова, восторженные толпы на улицах северокорейской столицы. Вот как во время встречи глав двух Корей на этой неделе. Давайте посмотрим. Ин и Ын уже как добрые друзья. Видятся третий раз за год. Но впервые встреча прошла в Северной Корее. Северяне ко встрече с Мун-Дже-Ином подготовились основательно. В Пхеньяне вдоль дороги на несколько километров тянутся ряды граждан в традиционных костюмах. В руках цветы и флаги с изображением корейского полуострова. При приближении кортежа скандирует «Единая страна». Кроме супруги Ли Соль Чжу, Ким Чен Ына сопровождает незаменимая советчица, сестра Ким Ё Чжон. Она следит, чтобы все шло по плану во время приема. И именно она присутствует на переговорах. После двухчасовой беседы лидеры отправляются на концерт в Большом театре Пхеньяна. Завершается первый день банкетом. Стол для Северной Кореи неприлично богат. Суп из акулих плавников и ветчина с дыней. После дружественного застолья снова к протокольным делам. Уже на следующий день дружбу лидеры закрепляют на бумаге. В итоговой декларации обещание о денуклеаризации. Простыми словами, устранение ядерного оружия. КНДР обязывается демонтировать ракетный полигон в Тончхане. Еще один в Йонбене закроют только если США будут соблюдать договоренности. При этом список ядерных объектов Пхеньян так и не предоставил. Мы впервые договорились о плане денуклеаризации. Это очень значимое достижение. Северная Корея проведет демонтаж испытательного полигона и пусковых установок под наблюдением международных экспертов. Мы подписали договор, который положит конец жесткой и трагической истории противостояния и решили предпринять меры для того, чтобы корейский полуостров превратился в территорию мира без ядерного оружия и угрозы. Также стороны решили уменьшить военное присутствие на границе, соединить автомобильные и железные дороги и даже подать заявку на совместное проведение Олимпиады в 2032 году. Но для жителей Южной Кореи такие перспективы кажутся не такими уж радужными. Многие вышли на протесты против встречи Муна с Кимом. В ядерное разоружение северян южане не верят. Ведь после нашумевшей встречи лидера КНДР и американского президента особого прогресса не наблюдается. Меня огорчило, что президент Мун не поднял вопрос о нарушениях прав человека в КНДР. Кроме Ким Чен Ына в этой стране есть еще и 25 миллионов человек. Тем временем сам Ким Чен Ын пытался доказать всему миру, что живут северяне совсем неплохо. Повел гостя в старейший ресторан Пхеньяна. Его, мол, посещают и обычные горожане. Угощали там холодной гречневой лапшой. А чтобы совсем убедить Муна в сытости страны, Ким отправил в Сеул посылку две тонны деликатесных грибов. В завершение трехдневного саммита осуществили мечту Мун Чжа Ина. Забрались на священную для всех корейцев гору Пэктусан. Ее воспевают и в южнокорейском гимне, и в северокорейской пропаганде. Там же пригласили Ким Чжан Ина подняться на самую высокую горную вершину на юге – вулкан Халасан. Пхеньяне над этим пока думают, но посетить Сеул северокорейский лидер уже пообещал. Это будет первый исторический визит главы КНДР в южнокорейскую столицу. Более того, Ким выразил желание еще раз пообщаться с Трампом. А через Мун Чжа Ина передал американскому президенту секретное послание. Лидеры США и Южной Кореи встретятся на сессии Генассамблеи ООН уже на следующей неделе. Анна Филь, подробности недели, телеканал Интер. Это были подробности недели. До встречи в следующую пятницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!